Здравствуйте, Здравый Смысл снова с вами. Мы продолжаем говорить о тех, чьи финансовый интерес являются настоящей причиной ярких событий и громких скандалов. Что происходит в 63-м регионе, где находят и что теряют герои наших репортажей, вам готовы рассказать журналисты телекомпании Терра и я, Евгений Курдов. Сегодня в программе. Отключат ли российские банки от международной платежной системы? О последних событиях на финансовых рынках и прогнозах на ближайшее будущее главный финансовый советник Самарского филиала группы «Открытие брокер» Павел Краснощеков. Футбольный сезон в Самаре завершен. Сумели ли воспользоваться крылья советов наследием Мундиале? Борьба с браконьерами или удар по любителям? Кто выиграет и кто проиграет от десятикратного повышения штрафов за незаконный вылов рыбы? Все-таки договорились. Участники соглашения ОПЕК-плюс о сокращении добычи нефти на 1 миллион 200 тысяч баррелей в сутки решили продлить его действие до конца июня следующего года. Каждая страна должна уменьшить добычу нефти примерно на 3% от уровня октября 2018 года. Россия снизит ее на 200-300 тысяч баррелей в сутки. О том, как это скажется на отечественной экономике и курсе рубля в интервью «Здравому смыслу» рассказал главный финансовый советник Самарского филиала корпорации «Открытие» Павел Краснощеков. Павел, если говорить о наиболее значимых событиях этой недели в мировой экономике, что самое главное, самые такие вехи вы можете отметить? Ну, текущая неделя была действительно богатой на события. Нельзя не отметить встречу «Большой двадцатки», которая проходила в Аргентине на прошлых выходных. Встреча, в принципе, принесла достаточно много позитива для финансовых рынков. В первую очередь надо отметить договоренности Соединенных Штатов и Китая о том, что они приостанавливают вот эту торговую войну, которая началась в этом году. Определили 90-дневный срок, в течение которого стороны должны прийти к какому-то торговому соглашению. Соответственно, пауза в войне – это всегда позитив. И мы видели это в начале недели как раз на финансовых рынках. Финансовые рынки на это позитивно очень реагировали. Единственное, весь этот позитив потом сошел на нет. Потому что все осознали, что на самом деле в течение этого срока, опять же, могут быть какие-то нюансы, которые, опять же, развернут войну в другую сторону, скажем так. В текущий момент, скажем так, весь этот позитив уже отыгран. Следующее событие очень важное для рынка энергоносителей – это встреча ОПЕК и стран, не входящих в этот картель. Соответственно, после глобального масштабного такого снижения рынка нефти, которое мы наблюдали в последний месяц, естественно, члены этой организации выразили обеспокоенность в текущей ситуации. Высокие цены на нефть, с одной стороны, тоже никому не нужны, потому что вызывают рост инфляции. Низкие цены, в принципе, они бьют по бюджетам стран, которые, собственно, нефть добывают и у которых эта статья – одна из основных доходов. Страны вышли на максимальные, даже рекордные объемы по добыче нефти. То есть, такие объемы до этой сделки даже не добывались. Штаты впервые за 70 лет вообще стали нет-экспортером нефти. То есть, до этого они, в принципе, больше импортировали нефть. Соответственно, вот этот объем предложения, который на рынок вышел и все это видят, привело к тому, что нефть подешевела больше, чем на 30%. Ну, в том числе мы видим снижение нефти в рублях, так называемое. То есть, когда мы умножаем котировки долларовые на курс рубля, мы видим, что также рублевая стоимость нефти снизилась почти на 30%. Именно рост рублевой стоимости нефти, вот в октябре это был максимум, там, можно сказать, 5600 рублей за бочку нефти стоила нефть тогда, позволил нашему бюджету выйти в профицит. И все этому были очень рады. Нефтяные компании получали огромные прибыли. Соответственно, бюджет у нас наполняется, наполнялся тогда, в принципе, хорошей денежной ликвидностью. А сейчас, когда мы пришли уже на уровень начала года, все понимают, что если так оно и дальше будет сохраняться, соответственно, сложно будет оставаться в профиците. Замедление снижения, оно в любом случае должно произойти. Возможно, конечно, чисто с точки зрения волатильности и еще какое-то движение вниз, может быть, кому-то не понравятся объемы, на которых, собственно, договорятся остановиться страны. Раньше мы традиционно говорили, что курс рубля, он детерминированно определяется, собственно, стоимостью бочки черного золота. Сейчас вот какова ситуация? В разные периоды времени, да, есть лучшая корреляция, есть худшая корреляция. Просто напомню, что на рубль еще и влияет такой фактор, как санкции. Сейчас у нас, скажем, такой период затейший пока, и до конца года Соединенные Штаты просто физически не успевают что-то придумать. Да, но в начале следующего года, я думаю, что это, опять же, тема выйдет на первый план и, опять же, будет влиять на курс рубля. Но обратите внимание, если в период роста нефти рубль особо сильно не укреплялся, именно благодаря вот этой санкционной теме, вот в период снижения нефти мы, опять же, видели, что рубль ведет себя достаточно устойчиво. Ну, соответственно, вот это вот значение, которое мы сейчас наблюдаем, диапазон 65-68 рублей, является такой хорошей зоной для рубля. Соответственно, вывести его из этой зоны должны либо какие-то, либо суперпозитивные события, например, снятие санкций, что сейчас маловероятно, или там рост нефти очень сильный и бурный. Ну, и в другую сторону, соответственно, сильное ослабление рубля тоже сейчас кажется маловероятным. Еще раз повторюсь, сильное ослабление. То есть, такое, скажем, годовое ослабление в связи с разницей инфляции, оно неизбежно. То есть, рубль, он постепенно слабеет, потому что у нас инфляция, она несколько выше, чем долларовая инфляция. Я думаю, что в свое время, когда рынки уже адаптируются под реалии, скажем, и под определенные уровни нефти и, собственно, того санкционного режима, которого сейчас все ждут, но не понимают, что это будет, в каком-то виде будет, когда это станет более-менее понятно, во всяком случае, тогда мы увидим, что опять у нас рубль будет зависеть от нефти. Вот все-таки я склоняюсь к тому, что рубль продолжит постепенно слабеть, но это будет носить такой плавный, мягкий характер. Спасибо, Павел. Спасибо вам. Футбольный клуб «Крылья Советов» завершает 2018 год на 13-м месте из 16-ти в турнирной таблице российской премьер-лиги. И хотя впереди дистанция из 13 весенних туров, уже понятно, что самарцам снова предстоит борьба за право не вылететь в первый дивизион. Между тем, по оценкам экспертов, этот год стал для футбола 63-го региона без преувеличения историческим. Стадион «Самара-Арена», тренировочные поля и сопутствующая инфраструктура, которые достались крыльям после чемпионата мира 2018 года, по идее должны сделать «Волжан», если не супер-клубом по российским меркам, то как минимум помочь обрести статус солидного середнячка. Однако на практике получается далеко не все, как в управленческой, так и в спортивной работе. Леонид Кошин подводит промежуточные итоги года для футбольной «Самары». В свой новый сезон короле Советов входили, завоевав место в элите российского футбола. Легендарный Андрей Тихонов, пусть и не без труда, но вывел «Волжан» с футбольной национальной лиги. Мундиальная «Самара-Арена» перед началом чемпионата 2018-2019. В глазах руководства клуба должна была стать базисом в построении нового современного клуба. Мы рассчитываем, что на сегодняшний день нам удастся все-таки поднять экономику и посещаемость арены с учетом хороших современных условий, с учетом интереса. Ну и, соответственно, я надеюсь, что крылья будут в этом сезоне достойно выглядеть. И, соответственно, мы понимаем, что данный состав не позволяет решать поставленные задачи. Поэтому в ближайшее время активно идет работа по комплектованию команды. В ближайшее время все-таки трансферное окно у нас до 1 сентября, образно говоря. Но мы постараемся в ближайшие 2-3 недели еще двух-трех игроков подписать. Начав сезон с нулевой ничей с московским ЦСКА, собрав почти аншлаг, на новой арене самарцы вызвали массу симпатии у публики. Однако затем последовала серия из восьми матчей. Шести поражений всего двух побед. И самарцы откатились в зону вылета. Андрей Тихонов сетовал то на неготовность имеющихся игроков, то на недостаточное кадровое обновление состава. И в конечном итоге потерял контакт с командой. В начале октября чаша терпения членов совета директоров переполнилась. В футболе, как и в любом виде спорта, главным критерием работы и оценкой качества тренера является результат. На сегодняшний день пройдена практически треть чемпионата России. Прошло 9 туров и команда находится на 15 месте в прямом зоне вылета. В связи с этим советом директоров было принято решение о смене тренерского штаба. Перед игрой 10-го тура с московским «Динамо» контракт на 2,5 года с крыльями подписал черногорский специалист Меодрак Божевич. Обладатель своеобразного рекорда. За свою карьеру он тренировал 7 российских клубов. «Здесь попытаемся сделать, оформить хорошую команду, которая через два года может играть в Лиге Европы. Поэтому я подумал и принял это предложение. Очень хорошо знаю Самару. Я здесь был на металлурге, я думаю, 3-4 раза, может быть, и больше. С разными командами. И знаю, как болеют люди здесь для команды. Я это уверен со вчера, когда я чуть-чуть гулял по городу, чтобы я снял напряжение. И меня все узнавали сразу. Так что я, думаю, принял очень хорошее решение. И если посмотрите на условия, которые здесь, ну, у малых клубов в России есть такие условия». Прогресс в игре отмечали как специалисты, так и болельщики. «Игроки, их подбор хороших игроков стал. Ну, и разы уже начинают сыгрываться хорошо. Нормально, вот будем надеяться, что выиграют. Ну, больше атакующих действий. Я не знаю, оборона вроде неплохая. Ну, и Рыжиков, конечно, молодец». Однако к зиме около футбольного сообщества возникли вопросы по финансированию любимого клуба. Депутаты областного парламента выяснили, что расставание с вратарем Георгий Лори обошлось во внушительную сумму 26 миллионов рублей. Представители общественности потребовали снижения бюджетного финансирования крыльев. В последние сезоны ежегодные транши составляли до 1 миллиарда рублей. Согласилось с этим и руководство 63-го региона. «Наши задачи, наши работы по привлечению спонсоров теперь. Совершенно очевидно, что доля финансирования от частного бизнеса, профессионального спорта должна возрастать. Работаем над этим. Не так давно, хочу вам сказать, что инициировал встречу бизнес-сообщества с руководством клуба, министерства. Такая встреча прошла накануне одного из матчей крылья советов. И мы рассчитываем, что часть этих предприятий, владельцев частного бизнеса, откликнутся и будут работать с клубом. У нас сегодня нет крупного спонсора какого-то. И, наверное, в ближайшее время рассчитывают, что он завтра появится. Невозможно. Тем не менее, в середине декабря в околоспортивных кругах появилась информация о том, что крупный партнер у крыльев все же появится. Речь идет о компании «Экостройресурс», заключившей соглашение на право быть единым оператором по вывозу отходов в Самарской области. Однако пока эта информация не подтверждена. Между тем, до возобновления нового сезона осталось лишь три месяца. Уже 10 марта в Самаре крылья в борьбе за право остаться в Премьер-лиге сойдутся с прямым конкурентом – Красноярским Енисеем. И в каком состоянии клуб подойдет к этому моменту, не скажет ни один эксперт. Вот уже практически месяц в России действует новый штраф за незаконный вылов рыбы. Они выросли десятикратно. А итоговая сумма теперь не зависит ни от веса, ни от размера биоресурсов. Такие меры правительство объясняло тем, что тарифы не менялись с 2000 года и не соответствуют сегодняшним экономическим реалиям. Еще одна причина в постепенном ухудшении ситуации с браконьерством. Например, только по оценкам Всемирного фонда дикой природы в нашей стране около 80% черной икры на рынок поставляют нелегалы. Однако, несмотря на логичность этих доводов, общественники опасаются, что увеличенные таксы затронут не реальных браконьеров, а рыболовов-любителей. Потому что рыбинспекторам гораздо проще выписать именно им предписание за малейшее нарушение. В Самарской области любители посидеть с удочкой пока не трогали, но первые штрафы по новым тарифам уже есть. Насколько беспокойства рыболовов оправданы, выяснял Алексей Вишков. Алексей Власов рыбачит больше 40 лет. Летом ловят рыбу с лодки в разных водоемах области. Зимой в основном ходят на Чапаевские луга и Васильевские острова. Говорит, что это хобби, а не способ заработка. Однако из-за новых такс за незаконный вылов уже опасается брать в руки удочку. Пока у инспектора Бахрана зарплата 15 тысяч рублей, вряд ли с серьезными браконьерами это как-то затронет. Скорее всего, это затронет простых рыболов-любителей и тех, кто пытается прокормиться. Просто поймать себе ныду. Маленького лещика дедушка поймает, за одного леща 500 рублей заплатит. Судачок 3,5 тысячи. Вот и все. Все у нас будут уголовники рыболов-любители. С 17 ноября вступили в силу новые тарифы. В зависимости от вида биоресурсов они увеличились от 8 до 10 раз. Теперь за того же рака, без учета размера и веса, придется заплатить 115 рублей. За судака штраф составит 3035 рублей, за налима 500, за карпа 250. Тарифы на другие виды рыб представлены на экране. Общественники также опасаются, что инспекторы в первую очередь будут ловить простых рыбаков. Очень легко с любителя срубить палочку. Понимаете? Потому что если браконьер прячется, если, допустим, промысловик с участковым инспектором рыбоохраны, ну, в очень хороших отношениях, почти друзья, да, и он его знает, то любитель, он не прячется, вот он весь на виду, да, в любой момент подъехал, придраться можно хоть к чему. Ну, 200 грамм перелова, полсантиметра, да, нормы не хватило. И протокол очень хороший, с хорошим ущербом. За последний месяц любителей пока не штрафовали, но предписание для браконьеров по увеличенным тарифам уже есть. На реке Уса был установлен факт установки неизвестными лицами запрещенных орудий лова, которые в дальнейшем, данные выловленные водно-биологические ресурсы, были предназначены для реализации на рынках города Тольятти. При содействии сотрудников ФСБ, Тольятинского ЛО, данные лица были задержаны, в результате которого рейда было установлено, что у них изъято 117 килограммов водно-биологических ресурсов, и в результате ущерб, нанесенный водно-биологическим ресурсом, составил 217 600 рублей. Сейчас по закону ловить рыбу можно только на удочку, при этом не более 5 килограммов на человека за один раз. За вылов биоресурсов в запрещенных местах штраф удваивается. В Самарской области эта акватория рядом с Жигулевской ГЭС. За рыбаков-любителей решили заступиться областные парламентарии. Хотим сейчас обратиться в Министерство Российской Федерации сельского хозяйства с просьбой, чтобы все-таки пересмотрели они привязки, не вот ко всему нашему бассейну, куда входят и Саратов, и Ульяновск, Нижний Новгород, а привязки к субъектам, чтобы нашему субъекту все-таки дали возможность хотя бы до 10 килограмм эту суточную норму увеличить. Между тем, в этом году рекуправление Росрыболовства выявило более полутора тысяч случаев незаконной ловли рыбы. В основном речь идет о браконьерах, которые ставили сети. Обычных рыбаков с удочкой единицы. Суммарно нарушителей оштрафовали на полтора миллиона рублей. В 2019-м эта цифра с учетом десятикратного увеличения тарифов может составить уже 15 миллионов. Все средства поступают в бюджет региона. На сегодня все в выпуске программы «Здравый смысл» вы можете найти на нашем сайте trktero.ru. Встретимся ровно через неделю. И что бы ни случилось, не изменяйте здравому смыслу.